Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, николая, были Бога у нас! Память преподобной Феодоры Цареградской Преподобная Феодора была родом гречанка, имела большое богатство и жила сначала в христианском супружестве. По смерти мужа она по заповеди Господней взяла крест свой и приняла монашеский чин, чтобы следовать за Христом. Это было царствование Романа при жизни преподобного Василия Нового, который проживал в доме Феодоры, в нарочито для него устроенной моленной келли, под руководством которого она и проводила благочестивую жизнь. Дожив так до старости, она приставилась в месяц декабря в тридцатый день. И когда душа преподобной Феодоры по разлучению от тела несена была святыми ангелами, то преподобный Василий предупредительно дал им на помощь ее душе как бы некий капитал для выкупа, достав из своей пазухи ковчежец. У того Василия был ученик по имени Григорий, который молитвенно спрашивал Василия, где пребывал Феодора. И вот однажды, когда Григорий спал, к нему явился светлого вида юноша и сказал, «Иди скорее, тебя зовет преподобный Василий, чтобы показать тебе Феодору». Григорий тотчас восхищен был к вратам рая, потом введен был в места святые, и там увидел он преподобного Василия Феодору, и все они вместе возрадовались. И спросил Григорий, «Госпожа Феодора, как ты претерпела страшный час смерти, и как избавилась от лукавых духов?» Она же рассказала все по порядку. «Когда я душой своей разлучилась от тела, то увидела страшных эфиопов, которые показывали мне свиток с начертанием всех моих первых дел, и взвизгивали, как свиньи, скрижища на меня зубами. Потом взяли меня ангелы и понесли по мытарствам. Первое мытарство было лживость, второе – кривита, третье – зависть, четвертое – ложная обидчивость по самолюбию, пятое – гнев с яростью, шестое – гордость, седьмое – брань и срамословие, восьмое – лихаимство и лесть, девятое – тщеславие, десятое – сребролюбие, одиннадцатое – пьянство, двенадцатое – злопамятование, тринадцатое – чародейство, четырнадцатое – волхвование и употребление талисманов, пятнадцатое – чревоугодие и идолослужение, шестнадцатое – прелюбодеяние, семнадцатое – убийство, восемнадцатое – воровство, девятнадцатое – блудодеяние, 20. Немилосердие. 21. Немилосердие. 21. Немилосердие. Субтитры создавал DimaTorzok